Первый вице-президент фирмы «Мортадель» Агурбаш Эльвира Калметовна. Пять минут. Здравствуйте, спасибо за возможность высказать свое мнение о взаимоотношениях производителей и сетевого ритейла. Я человек, стоящий на земле и который будет апеллировать реальными цифрами, под которые у меня есть документальные, подтвержденные печатями с обеих сторон информацию. Не надо ставить под сомнение все, что я скажу. Когда я слышу о торговых наценках в 40-45%, мне становится смешно. Торговая наценка на продукцию варьируется от 80% до 252%. 252% я вчера каналу НТВ дала, снять, заснять, наши отпускные накладные, зафиксированные с печатями с обеих сторон федеральной торговой сети и нами, где четко прослеживаются и кассовые чеки. С 252% на сосиски, 199% на сервелаты, 185% на вареную группу, 247% на вареную группу. И такие наценки были в декабре 2015 года и есть в 2017 году. Так вот, я вам хочу сказать, когда мне говорят о том, чтобы я шла на ярмарке, пардон, я сельхозпроизводитель, мы сажаем пшеницу и ячмень, мы выращиваем свиней, мы забиваем на своем заводе, мы производим продукцию. Почему я должна идти на ярмарку, если за 5 лет наше предприятие в связи с поборами отдала официально, у меня есть документы, 1 миллиард 100 миллионов рублей торговым сетям и 940 миллионов налоговых отчислений. О чем вы говорите? На какую ярмарку я пойду? Пускай торговая сеть отрабатывает тот маркетинг, за который она взяла с нас деньги. Одна только федеральная торговая сеть Дикси за 3 года вместе с акциями, с процентами, со всеми поборами 579 миллионов рублей забрала у нас. 90% продукции я отгружаю со скидкой 40-50%. И у меня есть письмо, где мне пишут, продукцию компании Мортадель мы можем отгружать со скидкой только 40-50%. Когда транслируют, мы готовы, производитель готов давать акцию, готов инвестировать в цену, но для конечного потребителя, для народа, но не в карман торговой сети. Почему я отдаю со скидкой 40%, а торговая сеть транслирует ее через 2-3 недели? Так вот, на примере я хочу вам сказать, почему отношения торговых сетей и производителей вышли за рамки двух хозяйствующих субъектов. Это номер один, на что надо обратить внимание и бить в набат, просто колокола. Я на примере покажу. У нас есть федеральная антимонопольная служба, которой мы готовы предоставить наши отпускные накладные, наши калькуляционные карты, в которых видно, с какой маржой работает производитель. Допустим, сервелат столичной федеральной торговой сети Дикси, 13% маржинальности производителя, 40% у меня требуют скидки. Забрали маржу производителя, а в себестоимости колбасы лежат материальные затраты, раз. Лежат деньги, заработная плата сотрудников, лежат налоги государства. Это не наши деньги, это государство деньги, зарплаты деньги, наших поставщиков за газ и свет. Так вот, минус 32% мы отдаем торговой сети. И вы хотите сказать, что экономика не работает сегодня на торговой сети? Вы понимаете, что мы исчезаем? Я хочу сказать, что за один только год, отдав такую сумму только сети одной 579 миллионов, за три года, пардон. Так скажите, пожалуйста, я за один год, 15-й год, 30 километров от Московской кольцевой дороги, в Московской области, мы были вынуждены расстаться, запомните, 600 человек. Из них 500 это рабочие, мужчины это кормильцы, умножьте на три. О каком росте здесь идет речь? 600 человек, это поломанные судьбы, это социальная напряженность. Если мы вчитаем, мы самый крупный налогоплательщик Пушкинского района, в четыре раза за один год сократили отчисления в бюджет федеральный. На 39% средняя заработная плата упала на нашем предприятии. О чем вы говорите? Какой рост? Если вы говорите о том, да, торговля это локомотив экономики, но не торговые сети, а огромные монополисты. Мы что, голодали в 2003, 2005, 2007? У нас был рассвет торговли.